Всем привет! С вами Ирина. Сегодня я хочу вам показать свой соковельен после пересадки. Прошло несколько дней, два или три дня и вот так изменились цветочки. Она их стала засушивать, не все, некоторые. Сейчас я вам покажу ближе. Значит, из-за чего это произошло? Орхидейка находилась во мхе очень влажным. Потом она была пересажена в кору. В кору я тоже добавляла мух, сфагм, но немного. И, конечно же, реакция у меня поняла. Резкая смена субстрата. Вы скажете, мини должны сидеть во мхе и все такое нет. Если бы я ее оставила во мхе, она бы у меня сгнила. Это точно. Почему? Потому что корни уже были на грани, они уже начали покрываться темными пятнами. То есть мне надо было ее вытянуть, просушить, рискуя, конечно, цветением. Я это, скажем так, для меня это не новость. У меня уже такое было. С моей лимонной орхидеи, которую я пересаживала из мха в кору, значит, она тоже. У меня один цветочек, которым она цвела, она у меня сбросила. А бутон распустила потом и цвела очень-очень долго. То есть реакция на пересадку, понятно и очевидно, резкая смена субстрата, более влагоемкого на кору. Вот. Значит, мне только сегодня дошло. Сейчас покажу вам. Сюда вот налить водички. Чего-то я сразу этого не сделала, не знаю, значит, такой вот у нас субстрат. В состав я вам вставлю. Я всегда пользуюсь этой корой. Мне нравится ее состав. Орхидеики себе тоже мне чувствуют прекрасно. Ну, думаю, в дальнейшем у нас будет все хорошо. Клавное, здоровые корни и шейка. А цветение порадует, думаю, еще не один раз. Орхидейка очень милая. У меня дочка ее уже просит себе. Муж сказал, вообще, это что? Она искусственная, она до того миниатюрно и мило смотрится. Ну, прям точно, как декоративная. Грейся, грейся, скоро зима. Солнышко будет поменьше. Так что, такие новости, друзья. Я думаю, ничего страшного. Я же говорю, главное, здоровые корни, здоровая шейка. А цветочки будут еще цветочки. Интересное у меня наблюдение. В тот же день я пересаживала еще одну цветущую свою орхидею. Вот она. Я ее пересаживала с коры в кору. И она у меня свой каскад чудесный, своей цветочки не потеряла. Вот. Я пересаживала не одну цветущую орхидею. И просто я наблюдаю, что если пересаживать из коры в кору, орхидею себя чувствуют нормально, цветочки свои не скидывают. Если все делать аккуратно и если делать, ну, скажем так, правильную пересадку. Да. А тут получается уже у меня второй раз из мха в кору получается, что орхидея скидывает свои цветы. Да. Вот такие у меня наблюдения. Вот такие у меня пересадки. Не устаю любоваться на эту орхидейку. Она просто красавица. Она просто божественная. У нее такой красивый каскад. Ой. Я очень довольна, что она меня радует цветами. И что после пересадки она чувствует себя хорошо. Так что, да, дорогие мои, вот такие были новости. Всем пока. Сегодня 20 октября. И вот так вот орхидейка себя чувствует на сегодняшний день. Столько у нас осталось цветочков. Бутончики она отсушила, они отвалились. Вот некоторые цветочки перецветают уже. Верхний, который будет скоро цветать. Ну, ничего страшного. Я, как бы, любуюсь не только на цветочки, но и на ее прекрасные листики тоже. Мне кажется, вот тут вот на нижнем листике стало больше желтого. Вот тут получается. На одном цветоносе. Один листик. А второй цветонос еще у нас продолжает свести. Два цветоносика. После пересадки прошло уже почти 3 недели. Она уже, скажем так, более-менее адаптировалась. Два цветоносировалась. Два цветоноса. 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 Продолжение следует...